В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравил сотрудников дошкольного образования с профессиональным праздником. В музее заповедника Горки-Ленинске открылась выставка к 120-летию Соломона Теллингатора. Это выдающаяся фигура художника-конструктивиста 20 века. Во дворце культуры Видное состоялся концерт под названием «Я выбираю жизнь». Это намного лучше, чем наркотики, кстати говоря. От музыки удовольствие получить – это нереально. 27 сентября в России отмечается День воспитателя и работников дошкольного образования. По этому случаю состоялось торжественное мероприятие, которое посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. День воспитателя в этом году провели в только что открывшемся здании дошкольного отделения Видновской школы номер 7 на улице Березовая. Это уже седьмой детский сад, открытый на территории округа в этом году. 7 сентября 2023 года мы официально открыли это здание. Здание рассчитано на 280 детей, 15 групп, две группы ясельного возраста, востребованные группы. Почетные гости праздника осмотрели просторные помещения нового здания, после чего началось торжественное мероприятие. Первым собравшихся поздравил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Также он вручил благодарственные письма лучшим сотрудникам дошкольной образовательной сферы. Подмосковье идет вперед, развивается динамично, и Ленинский городской округ показывает одну из лучших динамик. И поэтому, конечно, садов построено много, будет еще построено достаточно. Самое главное, чтобы наши детки были в хороших условиях, в надежных руках. Собравшиеся в зале посмотрели музыкальные номера, подготовленные воспитанниками детского сада и их педагогами, после чего поздравления и награждения продолжились. Кроме того, что вы педагоги, каждый из вас многодетная мама. Стихи детские, но я всю жизнь с ними и дорожу очень словами, которые в них. Сколько нужно ласки и заботы всех утешить, каждого понять, благодарна и трудна работа, ежедневно маму заменять. Вы такие молодцы. Вы стоите в самых первых, как говорится, начинаниях ребенка, который входит в большую жизнь. Профессия воспитателя особенная. Здесь не бывает случайных людей. От этих женщин требуется много сил, внимания, заботы и, конечно же, любви к детям. Я искренне считаю, что в детском саду нет места равнодушию. Сюда нельзя прийти, как в офис, отсидеться и уйти. Ты должен гореть сам, и тогда глаза детей тоже будут гореть. Стоит отметить, что до конца года в муниципалитете появится еще два детских сада. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Руководство Видновской районной клинической больницы стремится к тому, чтобы пациенты получали самое современное и эффективное лечение. А потому здесь постоянно ведется работа над обновлением медицинского оборудования. Несколько новинок поступило в распоряжение врачей совсем недавно. О них расскажет Максим Козлов. В рамках программы переоснащения и модернизации оборудования в отделение травматологии и ортопедии в РКБ поступил новый переносной рентгеновский аппарат. Он сделан в России и предназначен для того, чтобы производить исследования лежачих больных, тех, кто не может самостоятельно прийти в кабинет. Достоинство аппарата налицо, во-первых, малые размеры, во-вторых, небольшая лучевая нагрузка за счет того, что все это встроено в компьютерный модуль, который позволяет преобразовать рентгеновское излучение и строить рентгеновское изображение непосредственно в мониторе. Название С-дуга вряд ли что скажет большинству рядовых граждан. Но специалисты знают, что речь идет об оборудовании, которое используется для визуализации большинства инвазивных процедур. От относительно простых операций до точных и сложных. Всего в отделение травматологии и ортопедии поступило три С-дуги. Данный аппарат представляет из себя два блока, сама С-дуга, мониторная, которую мы видим в процессе оперативного вмешательства все исследования. И с помощью него мы можем контролировать точность репозиции переломов, точность установки имплантов, что безусловно очень помогает нам в нашей работе. Еще одна новинка – наркозно-дыхательные аппараты, которыми оснастили отделение реанимации. Всего на вооружение врачей поступило пять единиц такого оборудования. Они также российского производства и позволяют решать медикам все необходимые задачи. Для общего наркоза, для ингаляционного наркоза, для взрослых, детских режимов все есть. Мы уже начали работать, они прекрасно нас устраивают. Каждый день у нас операционные, плановые и экстренные, активно работаем. Работа над обновлением медицинского оборудования в Видновской районной клинической больнице ведется постоянно и скоро сюда поступит еще ряд новых приборов. Максим Козлов, Татьяна Брлова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась выставка к 120-летию Соломона Теленгатора. Уникальный выставочный проект посвящен выдающемуся художнику, во многом определившему развитие книжного оформления XX века. В экспозиции весь спектр его творческих экспериментов от раннего конструктивистского периода до работ 60-х годов. Вдохновляются работами мастера и современные графические дизайнеры. Авторские скизы обложек, титульные листы, разворотные иллюстрации, плакаты. Всего на выставке представлено более 300 работ Соломона Теленгатора. Имя, о котором рассказывает эта выставка, это выдающаяся фигура художник-конструктивист XX века, который может быть не так известен пока широкой публике, но при этом нужно понимать, что это крупнейшая фигура XX века, человек, определивший вообще развитие книжного дизайна, книжной графики. Соломон Теленгатор был иллюстратором практически всех книг, издававшихся в Советском Союзе. Когда наши посетители проходят по выставке, они очень многое узнают, конечно, потому что это книги, которые стояли во многих советских семьях на книжных полках и на которых выросли целые поколения. И, конечно, уникальность фигуры этого человека была в том, что он считал, что оформление книги должно само за себя говорить про содержание этой книги, про мысли автора. Анимационные ролики, выполненные студентами Московского института бизнеса и дизайна, стали дополнительным элементом оформления выставки. Для студентов это просто как минимум приятно, что твоя работа, когда ты еще не совсем профессионал, и ты еще только учишься, твоя работа уже попадает в какие-то вот такие выставки, и люди могут на нее посмотреть. Тебе это приятно, и когда ты в следующий раз будешь делать какую-то работу, это вызывает некую мотивацию для тебя, что да, надо делать. Это первый за последние 50 лет большой ретроспективный показ работ известного графика. Мы приглашаем погрузиться в атмосферу этих удивительных лет, 20-30-х годов 20-го века. Это, ну, собственно, такой старт и юность ренгатора, бурные времена, в которые он с большим азартом влился и, собственно, стал одной из ярчайших фигур этого времени. Выставка в музее-заповеднике Горки Ленинский продлится до 3 декабря. Наталья Буслаева, Максим Константинов, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во Дворце культуры «Видное» состоялся рок-фестиваль под названием «Я выбираю жизнь». Мероприятие прошло в рамках антинаркотического сентябрьского месячника. Все подробности в следующем сюжете. Это движение давно стало традиционным в Ленинском городском округе, так как мы проводим этот рок-марафон уже 28-й год. И сегодня мы вместе даем концерт в поддержку, торжество здоровья и чистоты. Во Дворце культуры «Видное» прошел антинаркотический рок-фестиваль «Я выбираю жизнь». Концерт организован видновским рок-клубом при поддержке управления по делам молодежи, культуры и спорту администрации Ленинского городского округа. Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни. Открывала концерт группа «Октябрь». И сегодня второй раз мы выступаем здесь. Мы в 2021 году первый раз приезжали. Мы очень благодарны устроителям этого конкурса, вернее фестиваля. Спасибо большое. С удовольствием приедем еще, если пригласят. Со сцены звучали песни разных стилей и направлений, а качество звука порадовало поклонников современного рока. Артисты исполнили как собственные песни, так и каверы на популярные композиции. А на душе от свежих газет пустая. И от несвежих невелика аппотека. Музыка способна вдохновлять, создавать атмосферу и вызывать сильные эмоции. На своем примере артисты показали, что хорошее настроение можно получить и без вреда своему здоровью. Это намного лучше, чем наркотики, кстати говоря. От музыки удовольствие получить это нереально. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин